На заседании регионального правительства обсудили планы далеко идущие, а именно развитие Ивановского сельского хозяйства на 2014-2020 годы. Как и положено, программа предусматривает увеличение производимой продукции, развитие сельхозплощадей, модернизацию технической базы. По предварительным подсчетам на все это будет выделено 2,7 миллиарда рублей из областного бюджета и 2,5 миллиарда из государственной казны. Федеральная программа 1,5 триллиона, но на 7 лет. Если, например, разделить на 100 регионов, чтобы уж там не путаться, то получается 15 миллиардов на 7 лет на регион в среднем. На Ивановскую область выделяется, предположим, 3 миллиарда, там 2 с чем-то. То есть получается, что мы получаем в 5 раз меньше, чем в среднем по стране. Вступление России в ВТО несколько изменило критерии поддержки сельского хозяйства. С 2013 года вводится погектарное финансирование. 400 рублей за каждый обработанный гектар земли. Для сравнения, в Германии аналогичная форма поддержки составляет 500 евро. Впрочем, и на 400 рублей найдется много недобросовестных фермеров, уверены чиновники. Обработка пашни – это не обязательно пахта. Кто-то будет 7 лет косить пырей, весной слегка проводя оборону, и мы потом в судах замучаемся доказывать, что это не обработка. Тем более, вопросы землепользования достаточно запутаны. Также новые виды поддержки предполагают субсидии на реализованное товарное молоко и субсидии на кредиты для производителей мяса. При этом из федерального бюджета будет полностью компенсироваться ставка рефинансирования Центробанка, а из областного бюджета еще плюс 3% сверху ставки рефинансирования. И если вот так вот подвести черту под этой поддержкой, то, по сути, это будет беспроцентный кредит. В итоге программу решили принять. Однако губернатор поручил Департаменту сельского хозяйства и продовольствия наладить контакт с местными торговыми сетями, чтобы на прилавках было как можно больше продуктов, выращенных в нашем регионе. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново